Всем привет! В эфире «Этнографика» и это серия выпусков «Черноморский фронтир», в которых я рассказываю об истории поселков, селений, аулов Черноморского побережья Краснодарского края, а также их черкесской предыстории этих мест до 1864 года. И в этом выпуске я обещал вам рассказать об аулах адыгов-шапсугов, которые расположены в самой западной крайней части административной территории Большого Сочи, поскольку наш путник уже добрался до Таупсинского района. Вот сегодня поговорим об четырех аулах, которые находятся по западной стороне Большого Сочи. И большая их часть находится в долине реки Аше, что стоит примерно в 10 километрах к западу от микрорайона Лазаревская. Долина Аше – древняя, богатая шапсугская земля, в общем, и здесь очень много остатков исторических от прошлых эпох сохранилось, и сегодня здесь живет довольно большое количество адыгов-шапсугов именно в этой долине. А самый первый ау, который встречается нашему путнику, если ехать со стороны побережья, будет Шахафит, который расположен всего в одном километре от берега, вот в селении Аше, буквально через холм от него, в долине яйца исключая наименной реки. Шахафит – это аул молодой, он появился в советское время как совхоз, соответствующий на землях полковника Мухортова. Дело в том, что полковник Мухортов, участник Кавказской войны, участвовал в событиях тех лет в долине реки Аше, и вот после войны он выбрал для поселения себе, остался зажить участок внизу их реки Аше. На том месте, где стояли когда-то аула, сохранялись еще сады и обширные виноградники, которые он использовал для того, чтобы освоить местное виноделие. И полковник Мухортов был очень уважаемым человеком, довольно гибким, его поэтому уважали, и он приютил еще сироту, черкесского мальчика, который стал его фактически сыном любимым. Поэтому он выступал своего рода таким культуртреггером, он старался оставшихся на своей земле адыгов вести переговоры, им помогать. Они поселялись недалеко от его владений, которые получили название Мухортова поляна по его имени. Его супруга, амазонкой называли Кавказской, которая активно вместе с ним ходила по горам на охоту, в том числе вела переговоры с адыгами, которые прятались в горах, через нее. Благодаря ей во многом они спускались, примерялись и обживались заново в этих местах. Мухортова настолько любили, что когда он умер, его похоронили в семейном склепе, рядом с супругой, недалеко от Дальмена, который сегодня виден, и склеп этот тоже сегодня виден в Аулиш-Хафид, и его хранителями стала семья Боус адыгская, которая обещалась ухаживать за его могилой и до сих пор ухаживает. То есть человек уважаемый был. А умер, как считается, после того, достаточно быстро сдал, после того, как умер и его приемный сын погиб. То есть через некоторое время ушел в мир и отец. В советское время в Аулиш-Хафид, который называется так по-адыгски, как «свободная голова» фактически переводится, то есть «выкопившиеся крестьяне свободные», там была чайная плантация мощная, сейчас от них мало что осталось, но там, так или иначе, находится офис Шапсутского чая сегодня еще действующий. И в Шафиде живет один из общественников, историк с множеством интересных публикаций, Мурдин Тешев, окруженный заботливой семьей, к которому в гости часто приезжают различные представители и общественники черкесского мира. И сам по себе он довольно умный человек, интересный и умеет рассказывать познавательные истории. За Шафидом начинаются дачные поселки. В одном из мест находится серия дольминов Капибга, на вершине которой можно встретить сегодня еще остатки древних кузин, дольменных кузнецов, одних из первых, кто пытался что-то плавить из железа. И, возможно, именно поэтому речка Аше переводится в одной из вариаций как «оружие». Дальше за этими местами уже примерно 12 километров в сторону гор, расположился на живописных холмах в аулу Хаджико. Он один из трех аулов этой местности, которые соединились сегодня почти практически в одно целое вместе с коллежем и леготхом. И в советское время они назывались просто красноалександровские аулы, первый, второй, третий. С 90-х годов носят самостоятельные имена. Расположен аул на хребте Леготх, именном с одним из бывших аулов. И считается, что это вроде как «ледяной хребет» как-то так переводится. Ну а Хаджико по одной из версий происходит на самом названии от речки Хаджуко, притока реки Псизоапсе, о котором мы уже говорили в прошлых выпусках. И считается, что жители Хаджико, они выходцы из селения Леснова, о котором мы тоже уже говорили, которые основали в том числе Большой Кичмай. И вот одна из этих групп этих выходцев из Леснова в 1870-х годах переходила в эту долину и какое-то время зимовала в устье реки Хаджуко. Но там им не понравилось из-за того, что там было глухо, далеко, труднодоступно, и зимы были суровые. Поэтому они перебрались поближе к уже существовавшему военному посту и поселку Черкесского при нем в Калеже. Ну в Калеже их не пустили из-за скудности места. И вот пришлось им выселиться на южный склон этого холма и основать его в Хаджико. Особенность этой местности в том, что, безусловно, несмотря на красивые виды, открывающиеся с холма в Низине как раз таки проблема с развивающейся рекой Аше периодически, которая вот сторожила еще помню, что она заливала в нижние районы аула, через нее на ходулях переходили на эту сторону. В том числе в нижних частях аула в советское время располагался обширный пионерский лагерь, туристическая какая-то точка схода. Сегодня, насколько мне известно, там работает конюшня Аше, вторая уже на побережье конюшни. Ну и Хаджико также известен своими убыкскими семьями, это Софья Черен и Халит Ушхо, потомки убыкской семей, которые сегодня живут в этом ауле. Также особенностью аула является наличие двух улиц с забавными названиями Мезма и Эсерек, которые, казалось бы, как отношение имеет к этому месту, а нет. Часть переселенцев в Хаджико не из тех, которые пришли из Леснова, но и из других групп, которые присоединились к первопоселенцам. Это были выходцы из Долины Аше, которых в Кавказскую войну выселили в район современного Мезма и станицы Даховской, откуда они просто вернулись со временем в свои родные земли, поселились в Хаджико. Асаретх, в данном случае, это одно из названий Даховской станицы современной, в верховьях реки Белой Радыги. Ну и отсюда мы можем придвинуться дальше, по верхней улице. Можно, конечно, по нижней, но если поехать по верхней, то мы не поймем даже большой разницы, где здесь один аул заканчивается, а начинается второй. Верхняя улица связана с Калежем. Это еще один аул на северном склоне холма, название которого переводится примерно как Старая крепость, Старый город. Возможно, это связано с наличием на противоположной стороне реки Аше от аула в северной его части, урочище Калештан, на котором находятся руины дольменов, мингиры древние и элементы, явно свидетельствующие наличие какой-то крепости или укрепленного места какого-то. Сам аул тоже расположен в долине, в которой в прошлом было огромное количество дольменов, которые и сегодня можно встретить в домах жителей аула и даже фундаментов их домов. Говорят, даже в 30-е годы была построена школа здесь ШКМ для комсомола, стены, которые строились из блоков песчаных, из которых были созданы дольмены. Но она была разрушена в 50-е годы землетрясением. И Ол-Калеш – это немножко другая история. Это вот те жители долины Аше, которые прятались по горам и потихонечку спускались вниз, поскольку сюда, здесь, в конце Кавказской войны, появился Александровский пост военный, при котором жили солдаты. И куда спускаясь и примеряясь с российской властью вот эти вот партизанившие адыги, не сдавшиеся в Кавказской войне, они поселялись вокруг этого поста. И постихонечку вот так возник поселок Калеш, Аул-Калеш, после ухода солдат. В советское уже время и позже отсюда появилось вот это Красноалександровский название, то есть Александровский пост стал Красноалександровским аулом. На ту сторону реки Ашек, вот этой дольменной площадки, ведет такой умопомрачительный подвесной мост. Там находится ресторан, там находится, интересно, видимо, пещера. На стороне аула, если дальше проехать по дороге, можно попасть вдлом с живописным водопадом, а дорога на верхнюю улицу Калежа, она проходит через Аул-Иготх, который фактически является просто верхней улицей одной Аул-Калеш. И по этой улице дорога уходит горная дальше, которая связывает, помянутый нами, ранее в выпусках Аул-Тхагапш в долине реки Псюзуапсе. То есть довольно короткий путь по лесной дороге связывает их. В Калеже великолепная природа, замечательные виды, вот террасами расположены в домике. Напротив реки Аше видна, напротив Аула видна скала стариков, с которой связана нардская, из нардского эпоса легенда о стариках, которых якобы сбрасывали среди скалы, когда они старели. И однажды один старик уцепился бородой, и его сын пожалел, его спас, и старик мудрыми советами спас потом племя от вымирания из-за засухи голода, и таким образом был прерван этот страшный обычай. Ну таких скал стариков встречается много где, на самом деле, по горам, потому что это такой один из известных сюжетов нардского эпоса. Примечательный факт, что в Калеже, несмотря на малое расстояние от Хаджико, бывает часто значительно холоднее, видимо из-за северных склонов, из-за того, что на северном склоне он находится. Ну и в принципе, несмотря на близость такую, жители Аула все-таки свое происхождение разное немножко чувствуют из-за разных точек, они прямо это подчеркивают частенько. Кстати, в этом ауле живет замечательный художник, который занимается резьбой по камню Нур-Би-Нибо, и на въезде в аул справа у домика стоят вот эти работы в виде там разных резных камней в египетском стиле. Также он картины рисует, поэтому можете спросить и помочь ему выкупать его картину. Ему будет приятно. Ну а если вернуться обратно из этих аулов к побережью и поехать далее на запад в сторону Таопсе, практически до самой границы Большого Сочи, то в местечке Макапсе в поселке с одноименной рекой есть поворот направо в горы, и если проехать вдоль по долине реки Макапсе в горы 8 километров, то вы попадете в тихий, спокойный такой уютный горный аул на джиго, который разбросан под крим-холмиком с живописнейшим кладбищем, с древним священным дубом на нем. По пути там тоже есть священный дуб, священный камень и навесной мост ведет через реку Макапсе к огромному такому, ну типа что-то развлекательного комплекса с рестораном, и национальным адыгским музеем принял. Сам джиго поселок образовался в конце 19 века как выселки из аула Большой Апсиушхо, о нем еще будем говорить, если пройти тропой через гору на другую сторону горы, северную, от джиго вы попадете как раз в Большой Апсиушхо, сегодня дорога туда идет со стороны Таопсы. И вот в 19, начале 20 века это был один из крупнейших аулов адыгов-шапсугов, в котором стало в свое время тесно, и многие его выходцы переселились постепенно в другие места, в том числе обосновали на джиго, и часть из них в Головинке еще появилась. Расположение его, несмотря на красоту вот этих гор и уют, оно тоже достаточно сложное, потому что, например, в 2018 году, когда было наводнение, река Макапсе полностью уничтожила практически дорогу туда, и почти неделю ее восстанавливали, привозили туда вертолетами еду и генераторы, а когда восстановили, там уже очищать было нечего, потому что жители аула довольно бодро собрались все вместе и почистили свои аула от вот этой грязи, оползней, селей, которые запрудили все улицы. А что жители этого тихоула довольно сплоченные люди и довольно веселые, довольно общительные и гостеприимные. Так что советую посетить это место тоже. Ну, а в следующем выпуске мы отправимся по побережью уже по Туапсинскому району, поговорим о поселках между границей Большого Сочи и городом Туапсе на побережье. Вы же подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте комментировать, делиться с друзьями и подписываться, нажимай на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видео на этом канале. Ну и на этом все. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok